По словам главы Белого дома, прошедший в Нью-Йорке саммит шести президентов, самого Джо Байдена и пяти лидеров стран Центральной Азии, является историческим событием. Президент США добавил, что отношения между этим регионом и его страной выходят на новый уровень. По официальной информации на саммите обсуждались вопросы экономики, энергетики, безопасности, суверенитета и устойчивого развития стран Центральной Азии. Кроме того, разговор шел об американских компаниях, инвестирующих в регион. Диктаторы Кургова, Арналган, Аскери, Одак. Он ищет 90% Путин Аскери. У здания, где проходил саммит, состоялась акция протеста. Ее участники, называющие себя представителями Координационного совета оппозиции Казахстана, призывали ввести санкции против президента Казахстана Тукаева. Они поднимали вопросы нарушений прав человека, политических преследований в стране, а также призывали Астану выйти из всех союзных с Россией организаций и открыто поддержать Украину. В преддверии саммита Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывала Джо Байдена сделать приоритетом этой встречи вопросы прав человека. Но президент США упомянул эту тему вскользь. По мнению экспертов, перед главой Белого дома стояли другие задачи. В ходе встречи Байден подтвердил свою заинтересованность в укреплении формата встреч в США. Центральная Азия и намекнул, что может побывать в регионе в ближайшем будущем. К слову, после распада Советского Союза ни один президент Соединенных Штатов не посещал Центральную Азию. Встречи С-5 плюс 1 между представителями США и стран региона проводят с 2015 года на уровне министров иностранных дел. Такой же формат саммита с участием пяти государств Центральной Азии есть у Китая. В мае лидеры региона встречались с руководителем Китая Си Цзиньпинем. В октябре прошлого года прошел первый саммит России и Центральной Азии с участием пяти лидеров региона и президентом России Путиным.